Законодатели приготовили для автомобилистов приятную новость. Минпромторг заявил о возможном возвращении льготных кредитов на покупку машин. Это одна из мер, которые должны поддержать отечественный автопром. Подробнее в обзорном материале программы. Льготные кредиты на автомобили собираются вернуть Минпромторг России. Ведомцы рассматривают это как один из способов поддержки отечественного автопрома. Предполагается, что программа заработает уже 1 апреля и будет действовать в течение 2 и 3 квартала этого года. Всего может быть выдано 200 тысяч льготных кредитов на приобретение автомобилей стоимостью около миллиона рублей. Субсидировать чиновники предлагают часть займа так, чтобы годовая ставка не превышала 15%. Тем временем в правительстве одобрили другой законопроект, касающийся автолюбителей. Будет разработана формула расчета стоимости эвакуации и хранения машин. Сейчас, как утверждают чиновники, сумма берется с потолка. А после принятия формулы рассчитывать стоимость будут местные власти. Уровень тарифов должен будет полностью обеспечить возмещение расходов на перемещение и хранение автомобилей. Родители, проживающие отдельно от несовершеннолетних детей, получат дополнительные обязанности. Таким законопроектом занимается в Министерстве юстиции. Предполагается, что суд будет налагать обязанность по выплате нового вида алиментов, если установят, что ребенку негде жить. Таким образом, родители планируют обязать, помимо основной суммы алиментов, оплачивать еще и съемную квартиру. Норма будет вступать в силу в случае, если родитель, с которым проживает ребенок, не владеет никакой жилой собственностью или долей в праве общей собственности. В целом, законопроект предназначен для помощи одиноким матерям после развода, оказавшимся без жилья.